Мусор на свалку в Красном Яру перестали свозить еще в 2011 году. Однако мусор, который десятилетиями свозили сюда со всего Заволжского района, продолжает гнить и выделять опасные газы, представляя собой угрозу более осязаемую. Если быть точным, то на 6 гектарах полигона захоронено 573 тысячи тонн бытового мусора. В этом году региону выделено 196 миллионов рублей федеральных средств на рекультивацию. Субсидии получили по нацпроекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Мусор полностью не будет оттуда изыматься. По возможности подрядчик изымит полезные компоненты. Но основная цель – это накрыть его куполом и захоронить его полностью, чтобы не было горения в дальнейшем и, соответственно, не было выброса вредных веществ. В прошлом году жители Красного Яра во время прямой линии обратились к губернатору по вопросу рекультивации свалки. Их просьба была принята во внимание. В настоящее время проектно-сметная документация уже составлена. Она прошла все экспертизы и получила положительные заключения. Главная цель этого проекта – ликвидировать экологически вредный объект и исключить негативные воздействия на природу. Здесь проведут процедуру дегазации и обустроят бывшую свалку специальным куполом. После всех работ на месте свалки высадят зелёные насаждения. Такие работы по реабилитации полигонов позволят восстановить загрязнённые территории, упрочнить грунт и предотвратить пожары. Закончить рекультивацию по проекту должны в декабре 2023 года. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.